Дорогой раб, а для кого Ари писал, или учил, писал его ученик вот эту книгу? Ари писал свои книги всем, всем. Но кто к ним приходил? К нему пришли пять-шесть человек. Это всего лишь люди, которые были с ним. Были то больше, то меньше. В принципе, катав всем, каббалист, который пишет и раскрывает через письмо для всех, он обращается ко всем. Цель человеческого рода, как потом пишет об этом Бальсулам, она равна для всех. Белому, чёрному, жёлтому, красному, неважно кому, вне зависимости от пола и всего остального. Человек должен знать, для чего он существует, кто им управляет и к кому он должен приблизиться. Ну вот группа, которая у него была, вот учеников, они, в общем, были таким инструментом, через которых он мог это написать? Нет, я не думаю. Я не думаю, что он писал это за счёт его группы. Он был настолько высок, брал от них определённые потребы, хиссарон, всё-таки он был с ними связан. Но это не то, что группа в этом принимала участие, в его написании. Тут была такая душа, которая была оторвана от всех. А вот нам, как то, что мы когда это читаем, это такая высота, какая-то непостижимая. А что можно из этого нам взять, как десятки, как группы? Мы должны впечатлиться им, тем, что он сделал, и где-то учиться у него. То есть его основная книга — «Древо жизни». К тому же есть ещё семь врат, есть ещё книги, но ещё важно, он не сам написал эти книги. Их записали позже ученики из всего, что он оставил. Главное, о чём мы можем научиться, у него — это общая система. Когда мы её изучаем, то уже связаны с той возможностью, что мы получаем высший свет в виде окружающего света. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова